Не бойтесь проходить. А может я мог туда встать? Валерий Борисович, а что у меня есть? Слышишь? Слышишь? Ой, а что ты? А, спеши, Володя, на дому. Божья милость сегодня грешна Создавный Господи, помилуй меня Бесчиславец и грешил Господи Прости меня грешного и помилуй Ощи всех на тебя, Господи, уповай Ты даешь им пищевого благовремени Отверзай, что ты щедро руку Ты исполняешь всякое животное благоволение Слава Церкви, Сына и Святому Духу Ныне и прелестное во веки веков Аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Благослови И освяти дары, посылаемые тобой Словом истинной и молитвой Аминь Аминь У нас сегодня, если не ошибаюсь, 15 июля До второго года, как пятница Он сейчас пришел только Вот, и сейчас он будет говорить Конфликт, и, в общем, серьезный Ну, разве Ну, уже где-то, не знаю, дней пять И сестры мне подходят Говорят Я сам вижу У нас идет, получается Поссорились Сестра Марина Которая назначена начальником столовой И здесь за раздачу еды И двумя сестрами Ольгой Матиной И Галиной Михайловной Которая приехала То есть, конфликт выражается в том, что Имеются какие-то взаимные претензии Имеются То есть, Марина говорит, что Они не выполняют свою задачу Которую она ставит Они говорят, что Марина там кричит Или как-то там грубо говорит Ну, не слышат их Ну, и никак примириться не могут Сестры И выяснить, кто прав, кто виноват Самое главное Значит, следователя не надо вызывать Обойдемся Ну, надо Расследовать надо, мне кажется Я и говорю Следователя официального Милиции не надо вызывать Нет, конечно Мы жутом читали журнал Полиция России Про потеряя их потом Сколько написано Я понял, что не так подправишь Это действительно так Сколько их тут? Три А было четыре Она ушла утром Я из Достоверна пошла Куда-то к матушке Она сказала Матушке можно там помогать? Я говорю Можно Мы многим обязаны Наверное, покупки дома И мотороллеры И мотоблок Да и так везде Можно Ну, дальше-то Из этого что? Кто не хочет трудиться Кто не ешь Это не я говорю Апостол Павел Она видит, на работе ее нету Я говорю уже о Марине Михаилю Между ними Я не могу договориться Как Марина поступает Так, как написано Но В данном случае Она не работает у нас Не работает А что ее кормить? Железная логика Но дело в том Что у нас устав свой Здесь И Марина не проконсультировалась Если человек не работает здесь Она могла и спросить А где он? Спит где-то? Или ягоды собирает В рот себе? А когда сказали так Я скажу Что больные Там Которые Приехали К кому-то Корреспонденты Всех у нас кормят В данном случае Марина не спросила И сто шаблона Стандартно Ответила Как есть А та Не привыкла К таким ответам Она Марина Отвещает Грубо Это те же Обвинения Которые были Против Яна Златоуста Против меня Конечно Ласковые Вот Поэт Марков Писал Все Ласко Да мило Глядите Получится Говорит Не жизнь А мыло Чтобы этого Не было Так тоже Раз Уже На тот Режу Не ест Сидит Оля А что ты не ешь Ну какое же Ваше тут Христианство Первый шаг В христианстве Отвергнуть Самого себя Сразу сказала Там узнала Где-то Ты тебя поставил Среди которых Марина не была Старшей Так Ты на каждом Шабу нарушала Мне это не подходит Как я сказал На кухне Никого не должно быть Кроме тех Кто назначенный Тем более Плотую сказал Марине Дочке Это Наталья И дочь Там Мария Кажется звать Чтобы на кухне Их не было За стол Садимся Нет Захожу Там пирожник Какой-то Лопают Стоят Прямо С этого С противня Так было Так было Зачем же Когда ты сказала Быть твердо Я пятиться Не должен Почему Это назначено Для всех Они одни Чтобы Тешились Раздача Все Все Сытые Почему Ты разрешила Им Никакой Дверь Приоткрыта Я сказал Дверь закрывать Дверь открыта Вот там Дальше Где там Картошку Числить То есть Совершенно За ситуацией Не смотришь Она Мне твое Уведение То есть Я ищу Удобный момент Когда заменить Тебя Ты умница Хорошая Стараешься Трудиться Руководить Не можешь Вот это У тебя на работе И везде Так Ты не можешь Понять Надо Уступать Или Не надо Я На сегодняшний день Хочу сказать Только Что Сейчас Утром Я сказал Мы идем Туда Где заготавливают Сваи И Сколько Вариантов Почему Не было В первую очередь Много Значит Вот эта Статья Там Сразу Разобрались Что Статья Про Потеревку Вам Это нужно А ну Как Покажите Где Этот лес Лапкин Рубит А его Нету Почему Нету Он Да Он Заселился Да Начальник Я представляю Как он Говорит Так Зачем Вы Лезете Мы Они Посадили Картошку Вы можете Прийти И сказать У нас Запрещено Скотину Выращивать Это Чужой Участок За нами Отведена Эта Земля Мы Распахали Мы Садили Картошку А тут Решили Не садить От Деревья Нам В новом Месте Надо Восстанавливать Инфраструктуру Всю Этой Дороги Государство Ни рубля За 30 лет Уложило Ни одного Рубля Где мы Должны Брать Нам Нужно Загородить Скотину Нету А мы Все Отсюда И берем Это Наш Участок Мы Посадили Мы И берем Ну и Меня не надо Пугать Они Давно Приехали Две Недели Прошло Но мы Не зная Их В это Время Берем Машину Нанимаем Все Что у нас Положено Они Запятнали Они Там Срезали Срезу Пеньков У нас Срезали Теперь Совмещают Сходится Нет Чтобы Представить Суд И Миллиона На 2 На 3 Оштрафовать А теперь Говорят Уголовный Тут Злодеи Уголовный Сотя Против него Добить Любыми путями Добить его Надо Это Здесь Которые Люди Живут Мы Понимаем Я Говорю Старобрящесть Они По-другому Жить Не умеют Это Непрерывные Как Пауки В банке И Все От Старших Идет Ну Представь Ролик Они Выставляют Нашу Беседу И В первое Там Сколько Время Выступает Одна Особая 63 Комментария Их Рост 63 Раза Испражнились На Меня А Мне Нужды Никакой Нет Они Бога Не Знают У Ни Впереди Страшные Испытания На Мутарсах Будет Они Не Знают Этого Они Пожирают А Я Не Трогаю Никак Я Делаю То Что Положил А Что Они Ничего Нет Барыжники Продать Что То Нет Они Ничего Для Общего Блага Не Делают Ни Встроитель Храма Ни Дорог Восстановить Потеряю Пруды Которые Были Мало Того Мы И Этот Пруд Даже Восстановили Я Вкладываю Туда Огромные Деньги Вот Один Из Самый Красивый Но Нет Родников Мы Не Могли Выкопать А Вот Этот Рыжковский Вот Это Да Я Пошел Посмотрел Замерил Его Пошел Сколько Это Будет Стоит Нанять Он Сказал Пенсионер Все Вскрылся Я Говорю Ты Старше Будешь На Этим Прудом Не Слушать Не Хочу Почему Ему Не Это Надо Ему Надо Что Все Остальное Делаю Там Огромный Даже Вот Этот На 70 Кубометра Один Только Прорыв Сказать Невозможно Я Говорю Ты Будь Старшим Где Нужно Будет Сделан Я Нанимаю Бульдозер Привозят Его Было 50 Тысяч Только Привоз А У Меня Пенсия 7,5 Тысяч Где Я Должен Взять Я Потеряю Не Вложила Ни Рубля Нигде Ни Дороги Нигде Щебень Который Вот Как Заворачивается От батюшки Но Там Не от батюшки А Барабаша И спуск Один 232 Тысяч Я Вложил Я Таких Денег Никогда Не Видал Почему Я Имею Прямую Связь Богом Священники У меня Я Ищу Денег Молимся Откуда Не Знаю Сердина Звонок Из Калифорнии Вам Разбеденная Или Не Вышедшая Замуж Они Не Привыкли Советоваться И Сама Себя Проверь Марина Ты Себе Просто Подложила Мину А Рванула Душа Вылетела Я Сегодня Разговаривал Я К Матушке Так Ты Сейчас Куда Пошла Сейчас Поедим Здесь У кого Работаешь Там И Ешь Правильный Ответ Но Матушка Не Входит От Разряда Она Наш Человек Но Условия Наши Сидеть Не Облокачиваться Не Натклоняться На Чашку Больше Еще И Нет Чашку Вырезать Отдать Я Сейчас Закончу Я Сейчас Там Труморков Я Подхожу Стощила Нету Каждый Раз Наказываю Из Всех Окон Которые Вокруг Дома Везде Я Себе Взял Не Окна А Подоконник Половина Там Терочки Лежат Там Ножа Нету Я К Марине Газетами Застелили Мне Это Не Надо Я Прошу Не Трожьте Меня У Меня Нет Качества Искать Не Приведи Бог Я Следователь Все На Свободе Были Надежда Пойдет Сварила Суп На столе В кастрюле Не Найду На Столе Вот На Такем Размере Столе Я Не Найду А Почему Я Не Ищу Она Тогда Записку На Столе Пришпилит В кастрюльке Белой Каша Каша Вот Тебя Я Уже Поел Обед Сестры Звонят Надежда Уехала Можем Привезти Поесть Я Двум Разрешаю Говорил Не Надо Они Прям Лезут Ну Ну Это Приходится Взять Стулку Надевать Сапоги С такими Подковами Толщевой Железа Там Если Уродишь Что Ногу Перешибет Я Пошел Встретился Я Попутно Все Говорю И Конфликты Какие-то Нет А Сам У вас Такой Там Дебунов Игорь Владимирович Он У меня Через Стенку Живет В моем Доме 14 И У нас Ни одного Конфликта Как С ним На Один День 14 Конфликтов Будет За 14 Лет Ни Одного Дакон Делает Все Исполняет Как раз Не Исполняет Исполняет А где-то Не Исполняет Я Сказал Чужих Не Переводить Без Моего Согласия У Меня Чест Приезжает Можно Можно Вопрос Решен Я Сказал Если Ты Открыл Храм Открыт И Там Делаешь А потом Отошел На Одну Минуту За Это Время 40 Человек Могут Зайти Мы Живем На Улице И Он Да Я Рядом Так Пойди Уже Два Мужика Чужие С улицы Зашли Все Они Заходят Открыто На Колечки Распевают Им Только Это Надо Другой Раз Я Считаю Церковные Ведомости Алтайские Ведомости Миссионеры Пишут Якобы И Вижу Выделяю Одного Четверга Вадим Вот Вот Его Священники Поставят А он Статьи Пишет Я Посмотрел И Вижу Что Он Не Стандартный Я Беру Книги Сколько Там И Надо Отвезти Ему Во время Богослужения Дядя Семинарист Отзови И Подари Дно Постал Да Мы Пошли И там Не Молиться Так Не Надо Я Сам Пойду Давай Тогда Сделаем Мне Не Надо Командовать Я Знаю Заметил Человеки Я Каждый День Молюсь За Него А настоящей беседы с ними разу не было Я знаю что молитва влияет Вот пойми мое отношение к этому Я сегодня ее останавливал Ни под каким видом Ее нету Без нее говорите Ну Можно спросить ее Говорил ли я что Забернись назад Поешь и пойдешь Нет А Марина виновата По частям разбираю Она не виновата Но она могла сказать так Хорошо Придет старший Ты меня признаешь старшим? Да Все И вопрос решился Мы сегодня решили туда пойти У меня решено уже Ночью встал Думал Как Никак На пролом идти Они Оставили нас в покое Оставили Володя пошел Нет Не надо Господь помиловал Один раз И Клен Да нас полно Горба Это Я сразу сказал Хорошо Мое обдуманное Ночь О чем я молился Я сразу вверху В сторону Почему он сказал Я мгновенно взвесил все Результат И здесь Может быть Через год Через два А он Он сказал правильно И для меня этого достаточно Я вот на картриде Сколько их было здесь Там делали Ни разу Никто не нарушил На другое место Не перешел Андрей там Уехал Малахов Ему надо что-то здесь Он бежит ко мне Через Всю дамбу И спрашивает А там вот У нас сено Привезли Надо его сюда Заносить А дальше Он не сказал Что еще Загородить надо Надо И он бегом Обратно Вот смотрите Как мужчина Говорит Так Александра Спрошу Я вам говорил Когда последний раз Пошли там Привязывать Которые забили Свая Да И там Падали ветки Нужно было проверить Вытащить Не вытащили Я говорю Раздейтесь И пройдите Вдоль плотины Там уже в воде И соберите Потому что Их после Относит А мы ставим Там что-то И это нам будет Купающимся Будет мешать Убираю Ну все Я еще не знал Никак не спрошу Вопрос Вишь он головой Так кивнул И ни разу Нигде Я с ним Работаю На пару Вячеслав Ни разу Нигде Я сказал Сегодня он уехал Этот брат Михаил Да Я только крикнул Надо срочно Вот это вот сделать Он же бежит Со всех ног Хватает Две до четыре Еще берет Я одну-то не подниму И пошел Александр Поднимать Здесь Которая свая Он каждый поднимает Я держу Когда он рубит Я говорю Тут вам яморочку Вырубить надо Он попробовал Никак Это пилой надо Я соглашаюсь Пилой Раз И теперь Меня не выбрасывает Спинка С этого Понимаете Это обыденно И мы с ним Как будто бы Одним умом Думаем Где-то Почему Это мужчина А женщине Надо всегда Пощупать Она не понимает Я там сказал Не прикасайся Не прикасайся Бог не говорил Он сказал Не вкушайте А Еве Уже передает Не вкушайте Она уже решила Попробовать Может оно Трухлявое Какое А может Оно приятно Назвило Дает знание А какое знание Слушать тебя Бога Хорошо Не слушать тебя Плохо Больше там еще не было Вам понятно Что я говорю Понятно Значит Она на эти слова Обиделась Расскажешь ей Как было И скажешь Больше не уходи Это в себе Ты уже затаила Это тоже Села за стол Вид такой Отрешенный То есть Они блокируют ее Вас я не поставлю Начальника Не поставлю Пока она здесь Почему Потому что Она сразу Навела тот порядок Который я люблю Ни одного человека Ни ребенка Почему Это опасно Кипяток Снято Не приведи Господь Ребенок Судится головой Было же Не с нами Только Рыбу Которую Которую Себя не давать А она спрашивает А можно ли Там селедка Какая Может Там ниточки Ну и перебери Ему надо дать Он растет Я сказал Ему Чтоб было Отдельно молоко Он растет В Англии Было эксперимент На два года Кажется Одним давали Молоко А другим нет И которым давали И в росте Даже были другие Строго Сколько раз Ужен не нарушило Я говорю Первым подаешь Мне Второе ему А потом остальным Опять все едят Он сидит Руки Сложил Ну он же Христианин Это как его пробовать Он сказать не скажет Как бы кого не обидеть Это уже Ну законченный Парисея Наш будет Я набираю Команду Вот летали Послушался У меня болит Жиловодом Я разобрал Что ел Как И вот Полтора-два дня У меня на решении Сегодня я снимаю Не болит Вот недавно У меня встреча была Уже в интернете Послушание Всего Два высших образования Считай Университет И консерватория Несовместимые Как будто У меня опыт Которому равных Может нигде нет Почему Давайте конкретно С малыми детьми Я занимаюсь Сорок пять лет Директор Я сам должен Обеспечить Спать Спать Дальше Для здоровья Купаться Собирать ягоды Я все должен Обдумать Чтобы нигде Неприятности не было Бывают конфликты Между ними Я должен выявить И наказать Миновника Есть мальчишки Двое Они из баптистов С отцом Пришли И они Два брата Они сидят Я пример говорю Тихие Спокойные Я их не знаю И в это время Я не знаю Володя Вспомнит Нет Первая группа С стола ушла Вторая садится Опять С первой группы Кто-то еще раз Прошел мимо И вторая Она сразу заметила И говорит Ты наверное Не наелся До сета Я ел Но Плог бы я еще поел Так и что ты Сережа Сейчас С стол освободит А ты садись Я подам Она ему подала Вес А эти Тихие Ребятишки То тоже Надо Они проходят Обжор Не хватало Тебе Он не слово Не говоря Поел Умыл То подошел И дал ему морду Не в лицо Это конфликт Ударили в колокола Разбор Я его Накажу И тут же Наказал И тут же наказал Его сразу Фамилия его Какая Не помнишь Сергей Зовут Сергея Краснов Отдельно где-то Но И вы Жаловались Получили Свою Я еще вас Накажу Вы будете Пойманы На другом Это уже За это Рассчитались Они Было Крещера Уже Ябедяще Где-то Все Удар Колокол Лагерь Быстро Собрался Секунды Не минуты Теперь Я их Обоих Отодрал Все Я Должен Вникнуть До конца И здесь Я вот вам Разбираю Ваши поступки Вы неправильно Поступили Со мной Не посоветовались По мирским Лозунгам Где-то К вам Претензий Никаких Нет Ко мне На подоконник Не лезьте Полподоконника Всего прошу У меня Какая-то Сила Притяжения Если я С чем-то Работаю Инструментом Куда бы Я его Не спрятал Найду Тыл Свои Десять топоров Прядом Откнут И не возьмут Я спрятал Под доску Разыщу Объяснить Это ничем Нельзя Вам понятно Конфликта Никакого Нет Не есть Да даже Конфронтация Конфликт Нет Противоречий Никаких Вы верующие Христианки Ни та Ни другая Не подошла Ты Оля Не маленькая Ты подошла Сказала Все Ну Я имею право Заменить Потому что Вижу Не выполняется Ни один раз Делал Замещание Даже вот эти Мать с дочерью И они Так и не вылазили Из кухни Я сказал Ими не пользоваться Пусть занимаются На огороде Там Что Она как бы Сбучилась Нет Такое Объяснование Началось Она начала Тут крещать Я остановить Не могу Она Кинулась За ней Пришлось Идти Вот Она Что угодно Могла сделать А сейчас На меня Вышла И пишет Простите По другое До одной рыбки Я их спросил Вчера Сказал Кто я А они И даже Поплавок С места Не двигается А дальше Я уже Не спопашился Когда они Поехали Надо было Они Знают Дорогу Только вот так По кругу А мы На перерез И прямо Мы уже Выскочили Они Раньше Нас Уехали Раз Надо было Остановить Их Они Говорят Мы тут Не будем Жить У нас Гостиница Уже Оплачена Там Где-то Может Плачена Где-то А зачем Остановить Рыба Осталась Я бы Ему Рил Подарил Они Сидят С настоящими Удочками Я только Домой Пришел Момент Такой Упущен Был Армяне Я говорю Сколько День Они Задень Игорь Говорит Что Я Заказываю Асфальт Они Сразу Специалист Посмотрел Тут Много Того Которая Разрушается Это Не Бери Может Быть Говорит А может Быть На самом Деле Это Так Я Сели Там Но Сели Что Здесь Не Курили Я Не Стал Спрашивать Прокурил Растут Они Не Увидишь Рядом Лес Шагнул Покурил В Любом Деле Благоразумие Рассудительность Не Реши Меня Господи Никак Мы Уйдем А Вы Останетесь Здесь Это Логика Гири Товары Приходят Уходят А я Остаюсь Поэтому Гири Всегда Права Поняла Мы Сейчас Пойдем Еще раз Рассудим О том Кого Как Здесь Если Брыжет Дождь Еще Чуть Это Капает Идти Далеко Отложить Пока Ну Там Останут Два Больших Топора На Манифу И Как Нужные Это Ты знаешь Туда Пятали Топоры А Кто Знает Я Сказал Вчера Не Трогать Все Попрятать Все В одном Месяце Лежит Где Лопаты Топоры Все В одном Месяце Знает Да Значит Так Топоры Большие Оба Потребуются И тебя Пошли на велосипеде Съедешь Ну Поставил Все Корзинка У меня Есть Да Может На другом Никак Не пойдет Разумно Не вихаешь Не упади И Приведи Моякад Они уже Наточены И мы Сразу Уходим Все В лес Может Приклушиваем Нам Нужны Сваи Мерка Здесь Один раз Возьмем А там И спрутит Я сделаю Легко Переносить Будет Вопросы А это Нигде Нет Своё дело Делает Что Она Есть Что Нет А Хорошо Лето В ее возрасте Это Очень Хорошо А Когда Будет Мудрость И Старше Это Будет Привлекать Людей Она Без Замещания Делает Все Говорят Похвалав Глаза Как ухуд Змеи Похвалы Никакой Нет Я Просто События Рассматриваю Не забывайте Кто был Кто Уехал С каким Настроением Все Прощаются Я Не знаю А у Женщины И она Попросила Прощения Перед Этим А до Этого Было Буйное Бесну Ванье Глаза Крови Наливаются Не Она Это Делает Ну Все Я Не Еще Не 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 Так Рот Закрывай Всегда Вы Услышите Что Делаете Как Сказано Слушай Вопрос Еще По Авраму Хотели Узнать Уточнить Как Правильно Поступать Аврам Зайди У него Жена Была Жена Которая Они Развелись Три Года Два Года Сейчас Но Они Все Равно Продолжают Жить Вместе Вот Она У него Сейчас Остается Он Принял Крещение И Как Дальше Быть Ну Чтобы Ничего Не Нарушить Какие Есть Рамки Возможные Для Него Павел Говорит Если Желает Живи Вместе Не Уступает Нигде Она Того Не Не Рукободила Если Сразу Признана У тебя Законной Умер Повещаться Надо Было А Не Так Я Побыл С ней Сейчас А потом Выгнал Ее Все Кончено Тебе Законная Жена Зарегистрировали Я хочу Приехать И Исправить Этот Вопрос Исправить Даже Если Что Случится Ты Должен Хорошо Зарабатывать Детей Кормить Не Та Чужой Дядь Платил Элементы Я Мало С ней Был Вопрос Снят Ты Был Имел Близость Это Вопрос Надо Зарегистрироваться И А она Руководит Жить Или Не Жить Но Не Ты Если Жена Хочет Развестись Ты Свободен Свободен От Того Чтобы Удерживать А не То Что Свободен Один Говорит Жена Развелась Ушла И Со Студентом И Ночевать Негде Нед На Щердаке Это Достоевский Описывает Ну Со Студентом Но Кто То Со Был Она Была И Умерла Там Заберзывали Что Так Он Бежал По Городу И Кричал Ныне Отпущаешь Эрова Твоего Как Гусейн Это Пишет Везде Каждый День Жену Поняти Сначала Чтобы Она Дала Клятву Перед Евангелием Что Будет Слушаться А Нет Значит Так А Нигде Никого Нет Познакомиться Не Может Характер Крайне Невоздержанный Да Я Сразу Один И Сиди Теперь Сразу А Вот Найти Настоящих Христиан А Вас Потеря И Нет На Пушечный Высед Даже Не Допустил К Этому Дел Опять Меня Все На Список Потом Опять Прости И Опять Ну Я Знаю Азербайджанец Это О Многом Говорит Милостью Божией Мы Прошли Главное По Хорошему Батюшка Все Я Очень Даже Опасался И Болеет И Проще И Много Отзывов Теперь Уже Назначают Кто Приедет В Следующем Году У нас Работа Эта Конкретная Которая Тех Кто Не Любит Библию Как У Старообрядцев У них Нет Ничего Ничего И Поэтому Мы Не Можем Относиться Только Жалостью Ничего Нет Они Своей Компанию Кодовы Собираются И Вся Никакой Нет Знание Что Приехали Люди Студились Для Бога Нет За Все Время Ни Одного Человека Не Приехало Я Говорю О Старшем Вот Как Дело Стоит Столько Многого Узнаем Будут Дети С детьми Можно Приезжать Вот Они Приехали Здесь Константин Был И Жена Его Отдельный Домик Выделил Двое Ребятишек Но Вставать Они Вместе Она Устав Приняли Беспостороннее Там Это Чтобы Никто Не Было Мы Обходимся И Брать Кредит Без Разрешения Чтобы Из-под Тебя Не Вытянули Матрас И Жену